В Деянии Апостола, первая глава, Иисус говорит, восьмой стих, давайте откроем, «Но вы примите силу». Слушайте внимательно. Вы примите силу. Я живу этим, что человек должен принять силу. Принять силу. Послушай, есть люди, которые не принимают себя самого, они Бога не могут принять в свою жизнь. Принять силу, это значит принять то, кто есть Бог, а не так, как ты думаешь. Но вы примите силу. Вы знаете, мы можем быть религиозными людьми, мы можем какими-то быть понимающими, знающими, но слушайте внимательно. Бог, Он является в силе. Царство Божие должно распространяться в силе. Ни слова, ни ласки, ни тем, что ты думаешь, является Бог. Бог в силе. Потому что Иисус сказал, не идите проповедовать, пока не примите силу, пока сами не будете в этой силе. Скажи, принять, это значит отождествиться. Правда? Это значит быть подобным. Быть похожим на эту силу. Нам надо находиться в силе. Послушайте внимательно. Некоторые, принявши силу, отреклись от нее. Знаешь почему? Да ты сам себя не принимаешь. О, я извиняюсь. Мы бывает не принимаем себя. Мы приходим к зеркалу и смотрим на зеркало. И мы видим в зеркале что? Некрасивый, да. О, плохо себя, плохо выглядишь. Какой я страшный. Если ты сам себя не принимаешь, как ты примешь Бога. Если ты все время бурчишь в жизни своей. Тебе недоволен всем. Как ты можешь находиться в силе? Знаете, Павел был другим. Павла надо было тормозить. Чтобы сила Божия проявлялась у него, надо было, чтобы его сил не было. Есть люди, которые противоположные. Которые прут как паровоз. Это самые проблемные люди в церкви. Им религия, не религия, вера, не вера. Они достигают цели, даже если Бога нет. Павлу было сказано, трудно тебе было идти против вражна. Ты идешь как против вражна. Он шел против Бога и все равно шел. Это люди сильные. И когда он просил, чтобы удалился от него сатана, Бог говорит ему, довольность тебя благодати. Потому что сила моя совершается у тебя в немощи. Потому что ты настолько силен для этого мира, что тебе я не нужен. Чтобы моя сила совершалась тебе, тебе надо быть немощным. Есть люди, которые немощные, слабые. Послушай внимательно. Бог являет свою силу как через немощного, так через сильного. Но он сначала его сделает немощным. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, когда Иисус встретил учеников, они ловили рыбу. Но они оставили все и последовали за ним. Они оставили все. Они были сильными мужиками. Они были мужиками. И последовали за человеком, который не может и не способен делать то, что они делают. И они его слушали. И они были сильны, когда они его слушали. И когда его не стало, послушай внимательно. Что-то произошло. Бывает в твоей жизни, когда уходит что-то, что давало тебе силу. Уходит что-то, что давало тебе силу. Вы знаете, юноши, которые хотят, они славы. Кто-то покрасился в зеленый цвет, розовый, там или еще что-то. Наколку, пирсинг сделал. Они хотят славы. У них сила в славе, в притчах написано. В глупой славе, может быть. В безумной славе. Но они славят себя так. Зачем это делать? Слушай, сила есть у Бога. Давайте откроем псалом. Мне нравится этот псалом. Это, по-моему, 60. Сейчас скажу, какой. 61-й псалом. Да. Молодец. Откуда ты знаешь, о чем я буду проповедовать? Молодец. 61-й псалом. Открывайте вместе со мной. Ой. Не надейтесь на грабительство, не честлавьтесь с хищением. У каждого своя сила, правда? 11-й стих. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Не оттуда сила приходит. Богатый думает, что он сильный. Его крепость – это его богатство. Однажды сказал Господь, и дважды я услышал, что сила у Бога. Послушай внимательно. Твоя сила, твоего предприятия, твоего благословения, твоей жизни находится в Боге. Они хотели рекламировать Иисуса Христа. Они хотели идти евангелизировать. Они хотели проповедовать об Иисусе, что Он воскрес. Они видели Его воскресшим. Но они не могли это делать, потому что сила у Бога. Иисус говорит, ждите обещанного. Вы примите силу. Вы сейчас не способны принимать Меня. Вы не способны принять силу до конца. Когда вы будете способны... Вы знаете, я понимаю, бывает нам тяжело принять силу Божью. И даже когда мы крещены Духом Святым и уже исполнены Духа Святого, послушай внимательно, даже молимся на иных языках, мы отрекаемся от этой силы, потому что сила, она требует, чтобы мы ее приняли, такой, как она есть. Потому что в Иоанна 3 главе написано, Дух дышит, где хочет. Не там, где ты хочешь, не там, где ты... Вы знаете, это не золотая рыбка на посылках. Он дышит, где хочет. Сила совершается у моей немощи. Когда я немощен, Он силен. Даже когда я силен, Он все равно сильнее меня. Я становлюсь немощным. Если ты принимаешь эту силу, ты находишься в этом присутствии Божьем. И ты будешь искать Его. Вы знаете, о чем я хочу сегодня говорить? С чего начинается сила верующего человека? В чем сила верующего человека? Мне нравится, когда Павел пишет, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что это моя сила». Он получал вдохновение и силу с проповеди Евангелия. Кто из вас сейчас получает силу? Это не формула успеха. Послушайте, но когда ты проповедуешь Евангелие, когда ты говоришь Слово Божие, когда ты говоришь об Иисусе Христе другим людям, ты ощущаешь силу. И у тебя появляется смысл жизни. Когда вы ездите в детдом, когда вы ездите, помогаете бабушкам, дедушкам, и когда вы несете это Евангелие в жизни, вы чувствуете силу. Потому что Евангелие – это сила уже. Но я хочу вам сказать, в тебе сила. Еще раз послушай внимательно. Ты должен принять, что в тебе сила. Прими, что в тебе сила. Скажи, я помазан. Я благословен. Вы знаете, я подхожу к зеркалу и говорю, кто это такой? Самый лучший, самый благословенный, помазанник Божий. Вы знаете, как на тебя люди смотрят, так и ты будешь смотреть на себя. Это говорят. Но мы не должны так смотреть на себя. Потому что у тебя есть силу. Прими себя сильным. О, мужики, братья, помашите рукой. Кто есть тут? Самые сильные – это мужики. Они никому не расскажут, когда у них что-то болит. Но их видно. Правда? Сестры знают. Но когда у тебя есть цель, тебе не помеха. Даже если что-то у тебя болит, мужик может преодолеть любую сложность в своей жизни. Сила Божья. И вы знаете, когда ты даешь слабинку в своей жизни, когда ты даешь слабинку в своей жизни, к тебе приходит дьявол, и он говорит, кто ты такой на самом деле без Бога? И я такой. Я не способен. Я слаб. Я ничего не могу. Но скажи, тот, кто во мне больше, намного больше того, кто в мире. Я хочу тебе сказать, послушай внимательно, тот, кто в тебе, ты должен его принять. Тот, кто в тебе, он должен вырасти, а ты должен умолиться. Тот, кто в тебе, должен быть благословен. А все остальное не важно. Послушай, ради чего ты живешь? Ради внешнего или ради того, кто внутри тебя? Послушай внимательно. Сила совершается. Некоторым нужно сегодня эту силу. Тебе надо войти в присутствие Божье. Тебе нужно возвратиться в то место, где ты был раньше. Мне нравятся ученики. Послушайте, однажды сказал Бог, и дважды услышал, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Давайте откроем снова деяние апостолов. Мне нравится деяние апостолов, потому что здесь начинается наша жизнь. Без Иисуса мы бы никто, мы ничто. Но Иисус оставил нам Духа Святого. Он дал нам силу, с которой мы можем двигаться, с которой мы можем творить те вещи, которые происходят вокруг. Дух. Скажи, сила. Сила Божья. Посмотри на своего соседа и скажи ему утвердительно, у тебя есть сила. Послушай внимательно. У тебя есть сила. У тебя есть сила. Ты прекрасен. Вы знаете, красота, это тоже сила. Вы знаете, кто из вас знает это? Смотришь, девушка красивая. А кто на сцене стоит, послушайте внимательно, я вам правду скажу, братья и сестры, кто в помазании Божьем находится, те так прекрасны. В них влюбляются всегда. Знаешь почему? Потому что они влюбляются в силу, которая из них исходит. Я хочу, чтобы ты полюбил то, что есть внутри тебя. Ты имеешь то же самое. В тебе есть сила. Послушайте, я ничего нового вам не расскажу. Когда ты принимаешь Духа Святого, я говорю сегодня к верующим, которые приняли Духа Святого. Тебе не надо себя сравнивать ни с кем. Тебе не надо соревноваться с кем-то. ты лучший. До финиша мы вместе дойдем. Слушай внимательно. Иисус придет за всеми. Ты думаешь, только за тобой? Только за мной? Мы умеем пользоваться этой силой, но мы просто забыли, как это происходило. И деяние апостолов, оно приоткрывает нам это. Я хочу, чтобы вы поняли, деяние апостолов открывает, как находиться в силе. Первый раз все говорят, они были в молитве, единодушном месте, и Дух Святой сошел на них. Неправда. Они были в страхе, в трепете, и были слабы. Им нужна была сила. И что произошло? Произошел шум. Что в твоей жизни должно произойти, если в твоей жизни тишина в тихом болоте? Это правда. Тихое болото это состояние сердца некоторых людей. В депрессию впадают люди, и они, как правило, не шумные. Они не любят шума. Правда? Кто из вас был в депрессии, и были в шуме, и вам нравилось это? Сидели, дослаждались шумом? Депрессия удаляется от шума. Шум раздражает депрессию. Когда Дух Святой сошел, Он сошел в силе. Он сошел со звуком. Это был звук, который удаляет всякий всякую депрессию, всякую проблему, все, что есть. Шум. И вы знаете, там не было таких, которые ой, сильно звучат громко колонки. Чего он так кричит? Да. А там были некоторые, они потом пришли на шум. Они говорили, да нет, они напили сладкого вина. И вы знаете, почему это происходит? Потому что всегда находятся критики того, что ты принял. Всегда найдутся те, которые недовольны тем, что ты имеешь. Ты принял силу и всегда кто-то говорит, а, выскочка. Он лучше, чем я? Нет. Выскочка. Послушай, я люблю, когда начинается служение и оно начинается с громкого. Очень важный звук. Мне нравится, когда Банихин, он проповедовал, он приехал, говорит, в звуке есть что-то завораживающее. И если нету, как начнешь ты служение, если ты громко начал, на высоко начал вот так служение, оно все служение так пройдет. Но очень тяжело с этого состояния выйти на это. Некоторые начинают вот так служение. Где Иисус начал вот так служение? О, там был шум, там был крик, там было то, что, когда Дух Святой сошел, когда начало служения началось, вы знаете, тут такой шум был, да, когда Иисус родился, звезда появилась, нашумела. Послушай, вселенная радовалась и шумела о Боге нашем. верующих, ну, надо в тихом присутствии Божьем постоять. Я видел ангелов, которые славят Бога, и я вам говорю, страшно. Это страшно, это ощущение, это шум, который страшен. ты можешь переживать определенные чувства в своей жизни, но есть внутри нечто тебя. Он сказал, уверовавшие будут иметь источник внутри, но пользуйся ты тем источником, который внутри тебя. Из шрева потекут реки воды живой. У тебя есть источник. Слушай внимательно, брат и сестра, дорогие мои, у тебя есть источник. Источник жизни, который может изменить все вокруг. И вы знаете, самое интересное, он меняет обстановку. Бесы не могут находиться в этой обстановке. Знаете, куда бесы хотят и на что они претендуют? На плоть, на тишину. они ожидают пришествия Духа Святого. Они не знают, что это, но они уже готовы принять его. Слушайте внимательно. Готовность принять, это готовность согласия с тем, что он будет делать. Кто из вас согласен, что Бог будет делать все, что он хочет? Послушайте внимательно, закукарекайте тогда, дорогие мои. Послушайте, бывает нелепые вещи Бог будет просить у тебя для того, чтобы ты начал делать это. Вы знаете, Павлу очень было сложно фарисею проповедовать об Иисусе Христе. Ему надо было ослепнуть для этого, чтобы плоть была настолько немощна, что пришел верующий, которого он гнал, которого он ненавидел, возложил на него руки и тот прозрел и был крещен Духом Святым. И после этого он начинает проповедовать Иисуса Христа, которое для него было безумием. Вы готовы на безумные поступки в своей жизни? Я как-то один раз, я уже рассказывал это, но послушайте, Бог хочет, чтобы в твоей жизни были безумные поступки. Он говорит в мое сердце, когда я хотел познать Бога, я хотел узнать, какой он. Когда ты познаешь Бога, Он говорит с тобой, Он начинает говорить, Он говорит, танцуй передо мной, потому что я критиковал тех, кто танцует перед Богом. Ну как же тихо, мы христиане. Я не знал, что ликуйте это, танцуйте. Мне внушили совсем другое. Ликуйте это тихо, спокойно, без криков, без ничего, благопристойно, и чинно, чтобы не подумали, что вы беснуетесь. Они все равно скажут, что вы беснуетесь, дорогие мои. Что бы вы не делали, вам скажут, что вы ненормальные, потому что вы ходите уже в церковь. Но если вы поймете меня, если вы хотите получить благословение, то Бог задаст вам вопрос, готов ли ты делать для меня безумные поступки? Безумен Христа ради. О, ты знаешь, один раз мне Бог говорит, я хочу, чтобы ты сделал вот это. Я закрылся в комнате, чтобы никто ж не видел. безумные поступки сначала делаем втайне все, да? Вы знаете, да? Ну, все тайное. Я закрылся в комнате, ну, у меня там ключей не было, просто закрылся, включил прославление, и Бог говорит, танцуй. Я начинаю скакать. Ну, я никогда не танцевал, знаете, когда я на дискотеке был, я стоял на дискотеке вот так. Это в школе, ну, помните, все в школе, да? Мужики не танцуют. А если танцевали, то медленные танцы только, чтобы женщина вела. Девушка. Шутка. Ну, это правда так, что, дед? Ну, мужики, некоторые понимают меня, да? И тебе так неудобно было. И тут вдруг моя жена заходит в это и смотрит на меня. И я скачу. И знаете, я не знаю, что она думала. Я знаю, что мне так стало стыдно. И я вот такой вот, который на полу расплылся, сопля, в состояние вот такое было у меня. И мне очень унизительно было. Но мне так было хорошо. На меня сошел Дух Святой. Потому что я перед Богом унизился. Я понял тогда Давид, что говорил, я еще еще больше буду плясать перед Ним и перед народом унижусь. Он не боялся этого. Потому что страх унижения, оно приводит тебя к тому, что ты не можешь принять себя таким, как ты есть. Но Бог не может действовать через тех людей, которые не способны принять Духа Святого и делать то, что Он хочет от тебя. Кому-то стыдно выйти на улицу и сказать, что Иисус Господь поднять плакат «Я был наркоманом и теперь я свободен». Знаешь, почему стыдно? Потому что та сила, которая в тебе, она так заглушена, так забита. Когда наркоман приходит ко мне, бывший наркоман и говорит «Слушай, мне так неудобно говорить об этом, мне стыдно об этом говорит, что я принял Иисуса Христа, потому что другие люди меня на работе не поймут». Я говорю «Все, сила Божья ушла». Вы знаете, есть сила Божья, которая уходит из твоей жизни, когда ты перестаешь пользоваться тем безумием, которое ты принял. Для мира мы безуми. правда? О, да. Скажи «Аллилуйя, я имею силу, я могу пользоваться этой силой». А есть люди, которые ищут этого и смотрятся на их жизнь. Они поднимаются, падают, поднимаются, падают, но у них все выходит. И они все равно свидетели Божьи. они всегда будут свидетельствовать о нем. И смотришь, он одного привел, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, и каждый раз он думает о чем-то. Вот пойду еще туда, я там не был. Он готов на безумные поступки. Кто из вас готов сегодня на безумные поступки? Они пошли в Иерусалим, там, где убили Господа. Первый поступок который, но они закрылись в горнице. И знаете, что Бог, он настолько являет свою силу, что он являет в шуме силой благословения и помазания на этих людей. И вы знаете, когда они рассыпаются из этой горницы, расходятся из этой горницы, люди, сошедшиеся туда, они видят говорящими их на иных языках. Просто говорящими на иных языках. Знаете, что на это произошло? Это безумство. Когда человек говорит на иных языках, для некоторых это безумие. Понимаете меня? встал они слышат каждой свое наречие, а другие говорят, да нет, они напились. Каждый найдется, кто унизит тебя. Слушай внимательно, но если ты имеешь внутри себя силу, пользуйся ей, они не прекратили говорить. Вы знаете это? Петр больше, он встал и дал отпор всем, кто говорил неправильно о Духе Святом. Спасибо. Ну у меня есть тут. Спасибо. За свежую. Вы знаете, Бог, Он хочет от нас, чтобы мы пользовались той силой, которая есть внутри тебя. начни молиться на иных языках. По часу, по пол, по три, по два, по пять. Начни танцевать перед Богом. Начни кричать Ему. Кто из вас плакал давно перед Богом? Мужики не плачут. Слушай внимательно, я вам хочу сказать, я если я не получу какого-то удовлетворения от Бога, то смысла мне нет. Удовлетворение в силе. Вы знаете, кто из вас любит мясо? А кто не любит мясо? Мясо ну, смотрите, я в молодости очень любил черный хлеб. Это украинский черный хлеб. И я специально покупал его теплым, я пол буханки мог съесть его. Ну, молодость такая была. Детство тяжелое. И вы знаете, вот эту, я не любил горбушку, я любил мякушку. я выедал все. И вы знаете, когда ты ешь, ты получаешь удовольствие, но ты с удовольствием получаешь еще и силу. Некоторых больных людей, вот, например, когда есть онкология, рак желудка, мясо нельзя засунуть в рот. Для них оно умерзительно. они не могут его кушать. Он болен. Его чуть-чуть и по чуть-чуть кормят, и то заставляют, и он не хочет, и не получит. И вы знаете, я понимаю, что сейчас, когда человек, который будучи в церкви, он не получает удовлетворения от того, что удовлетворяло его раньше, говорит о том, что он болен. Есть духовная болезнь, религиозность называется. Кто из вас понимает это? Религиозность, это духовная болезнь. Я все знаю, все никто ничего не знает. Так написано. Есть гордыня, которая выведена в ранг религиозности. Бог гордым противится, осмиренным, а я хочу еще больше благодати, я хочу силы. Мне все равно, что обо мне подумают, что обо мне скажут, я хочу силу. я хочу, чтобы эта сила была во мне. Из-за этого я буду для вас кем угодно. И я буду проповедовать как угодно, как дух захочет, а не так, как кто-то мне говорит. Ко мне приходили, говорили, пастырь, вы не должны проповедовать вот так вот. Я говорю, не ваше дело. Знаешь почему? Потому что я понимаю, что если ты тормозишь Духа Святого, а я знаю, что я тогда проповедовал Духе Святого, и сейчас проповедую, значит дьявол хочет тебя контролировать. И вы знаете, часто плоть, она хочет контролировать Духа Святого. Духи пророческие повинуются скажи, Духи пророческие повинуются пророкам. Вот. Этот сильный контроль он говорит о том, чтобы мы даже и не пророчествовали. Перестаньте говорить, перестаньте это делать. Посмотрите, как проповедовал Иисус. Приходит к Нему женщина и просит за своего ребенка. Он говорит, нехорошо взять у детей и дать псам классная проповедь. Он называет ее псиной, он называет ее собакой, любящей Бог. Но вы знаете, я понимаю, что когда человек в Духе и он говорит другому человеку это, это должно поспособствовать ревности, желанию получить. И она говорит интересную вещь. Она сказала, даже и псы питаются крохами со стола Господ. Она настолько унизилась, вера в вера. сказав что я в Израиле не нашел такой веры. Насколько ты готов унизиться, чтобы вера твоя, она для всех показалась чудом? Насколько ты готов быть ниже, чтобы Бог возвысил тебя? Послушай внимательно, Это бывает не сразу, потому что сразу это не происходит. Это бывает постепенно. Ты должен прийти в это состояние. Начни молиться. Бог дал молитву на иных языках, чтобы они ею пользовались. Еще раз говорю, Бог дал молитву в Духе Святом, чтобы они ею пользовались. Ты перестал принимать то, что внутри тебя. Если ты принимаешь то, что внутри тебя, ты этим... Ну, у тебя есть подарок, машина, она стоит в гараже, ты на ней не ездишь. Ходишь пешком, берешь такси, ездишь на автобусе. Смысла я в этом подарке? Зачем он тебе нужен? Для удовольствия? Для успокоения души? Некоторые так успокаивают себя. Но послушай, сила это то, что тебе дает Бог для того, чтобы ты сделал больше. Чтобы у тебя было больше возможностей. Чтобы ты мог сделать определенные вещи с меньшим затратом энергии. Некоторые тратят сегодня очень много энергии. Просто не принимая силу Божьей. Помолись, счастье, на иных языках, просто. Перед служением и начни служение. Все в порядке будет. Помолись, счастье, перед... И ты выйдешь в силе. Тебе кричать тут захочется. Всем сказать, пробудитесь! Знаешь почему? Да ты сам в пробуждении. Когда ученики начали проповедовать Иисуса, они говорили именно так. Когда они были в силе. Они говорили, пробудитесь. Вы примите тот же дар Святого Духа. Вы будете мне свидетелями. Вы примите эту же силу. Примите себя самого. Знаете, гордыня, она мешает тебе пользоваться тем даром. И мы угосили Духа Святого. Некоторые угосили. Чем угосили? Учением. Библейским учением. Небиблейским учением. Человеческим учением. Потому что Иисус говорил, не обучение. Если вы пройдете школу какую-то, вы станете мне свидетелями. Не, он не так сказал. Он сказал, когда вы примите силу. Он наставит, научит и покажет, и откроет вам. Что говорит в тот момент, когда вы будете его принимать как силу. Сегодня некоторые, имея Духа Святого, не принимают даровано от Него. Поэтому мы не получаем тех обещанных исцелений, освобождений, благословений, в которых мы нуждаемся. Знаете почему? Потому что мы не бежим к силе. Бог говорит, помолитесь за меня. И будете здоровы. О, призовите пресвятеров церкви. И молитва веры исцелит болящего. Бог может меня исцелить на любом месте. Если бы на любом месте, то к Иисусу бы не прикасалась бы эта женщина к краю одежды. От Него исходила сила. Бывает, у нас нету силы для получения своего исцеления, но есть люди, которые имеют силу. И тебе надо принять это. Что ты не всемогучий. Что ты не можешь исцелиться сам. Что ты слаб, а Бог силен. И когда Он делает что-то, Он посылает к тебе своих служителей для того, чтобы ты был способен. О, дочитаю. Смотрите. Петр, встав с одиннадцатью, он не один встал. Он и одиннадцать с собой поднял. Кто-то говорит, Петр был труслив, а теперь у него сила есть стоять против. Против любой силы. Потому что тот, кто в нем, больше того, кто в мире. Тот, кто в тебе, намного больше. С чем ты сегодня борешься? Слушай внимательно. Ты борешься с проблемами в доме, в семье. Но если ты начнешь бороться в духе, никто не сможет противостать тебе. Никто не сможет сражаться с тобой, потому что ты имеешь... Послушай. Дальше. Дочитаем. Да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дна. Но если... Есть предреченное пророком Иоилем. И Иоил очень интересно сказал. А он сказал так. И будет последние дни говорить, ты залью от Духа Моего на всякую плоть. Послушайте еще раз. На всякую, это значит на всякую. Только кто-то принимает это, а кто-то не принимает. Кто-то находится в этом, кто-то живет этим, а кто-то не живет этим. Тебе надо принять то, кто ты есть. Ты Сын Божий, и ты должен ходить в Духе. поступать по Духу, жить в Духе. Но послушай внимательно, тяжело жить в Духе, если ты не готов. Если ты не готов этого принять в своей жизни. И вы знаете, есть религиозность, которая говорит, о, если ты не исполняешь вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, значит ты не в Духе. Нет. Послушай, я так не проповедую, и Иисус так не проповедовал. Он говорит, когда ты принимаешь силу, она начнет менять тебя, она сделает тебя. Сила начнет менять тебя. Но ее надо принимать. Это как пища, которую ты ешь. Она меняет тебя. Макдональдс делает тебя таким, меняет тебя. Не в лучшую сторону. Правда? Но есть нечто внутри тебя, что меняет тебя в лучшее. Бог говорит, ибо только я знаю намерение о вас. Намерение мои во благо, а не на зло. Тебе нужно принять ту силу, которую ты принял, как Дух Святой. И начал говорить на иных языках. Принять – это значит быть послушной этой силе. Двигаться в этой силе. Быть безумным Христа ради. Быть человеком, способным на подвиги. Вы знаете, сила дана для подвигов? Подвигом добрым. Я решил для себя, что я буду сражаться до конца. Я дойду. Я не временно здесь, понимаете? Я не на чуть-чуть пришел. У меня есть сила для добиться, дойти до конца. Добиться того, что Бог определил мне. Кто? Кто тебе это сказал? Так ты посмотри на себя. Я на себя не смотрю. Тот, кто во мне. Я его принял. Я его имею. Как своего. Он пастырь мой. Он добрый. Он ведет меня. Он направляет меня. И Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходит. И куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Это я тебе обо мне. Прими себя таким, как ты есть. Прими. Прими. Перестань. Впадать в депрессию. При малейшей проблемке. Знаешь, почему ты впадаешь в депрессию? Только по одному. Ты не пользуешься той силой. Ты не принял до конца. Ты имеешь Духа Святого. Но ты его не принял. В свою жизнь. Как личного. Как своего. Но вы примите силу. Знаете, почему он сказал так ученикам? Потому что они приняли Иисуса. Они его знали. И они готовы были ради Иисуса на безумные поступки. Руши, рубить. Готовы умирать. Но Иисус не планировал это. Правда? Он не хотел, чтобы они умирали. Это в плане Его, чтобы они были в силе. Твой план и твоя задача, минимум, на сегодняшний день принять себя. Я некоторым говорю, прими себя таким, как ты есть. И начни жить с этим. Грешник должен сказать, я грешник, я согрешил. Прости меня, Господи. Прими и начни жить с этим. Хватит покрывать себя и говорить, да нет, ничего. У меня все хорошо, аллилуйя. Но, как только ты начнешь двигаться в Духе Святом, все, что у тебя есть, и что мешает тебе, и что запинает тебя, оно отойдет на задний план. Знаешь, почему? Потому что самое настоящее изменение и перемены происходят из того, насколько ты ходишь в Духе Святом. Внимайте. Слушайте меня теперь, Петр говорит. Почему он так говорит? До этого Петр не проповедовал так. До этого Иисус проповедовал так. А теперь Петр проповедует, как Иисус. Иоанн проповедует, как Иисус. Иаков проповедует, как Иисус. Павел, как Иисус проповедует. Ты проповедуешь, как Иисус. У тебя есть власть, как у Иисуса. У тебя есть сила, как у Бога. Смотри, насколько ты крут. Как только ты был крещен Духом Святым, Он хочет водить тебя. И первое то, что с Иисусом произошло, Он повел его в пустыню для испытания дьявола. Думаешь, всегда хорошо? Не всегда. Вот почему некоторые отрекаются от этого. Вот поэтому некоторые принявшие, получившие Духа Святого, скорее всего, не принимают Его то, что Он говорит. Пустыню не хочется. Хочется пожить для себя. Пожить для своего удовольствия. Своей жизни. Пускай пастырь там, служителя кто-то там. А я, я маленький, незначительный. Нет, послушай внимательно. Если Бог тебе дал Духа Святого, ты самый значительный. Он тебе определил, что ты должен быть Его сыном. Его дочери. Скажи, аминь. Я принимаю силу Божью. Я хочу ходить в этой силе. Но что-то мне не мешает. Я должен отриться от этого. Каждый день сражаясь с этим. И знаете, во мне идет война. И в тебе тоже. Павел говорит из-за этого. Я каждый день умираю. Ему надо. Ему приходилось. Потому что у него сила была человеческая. Настолько. Только, что Божья сила. Мы сильны по человеческой природе. У нас есть свои желания, свои чувства, свои эмоции. И мы не хотим исполнять волю Божью просто так. И нам надо их побороть. И мы боремся, 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 боремся. А лучшая борьба это что? Исполнение того, что он хочет. Хватит бороться. Начни действовать. Скажи своему соседу, действуй. Потому что сила моя дается тем, которые принимают. Не угошай Духа Святого в себе. Не угошай Духа Святого, который пророчествует, говорит. Который дает тебе силу действовать. Не угошай Духа Святого. Бог хочет благословить тебя. Бог тебя любит. Скажи, Бог меня любит? Бог меня любит. Он дал самое драгоценное. Он дал Духа Святого. Чтобы я им жил. Пользовался той силой, которая есть у Бога. Бог есть Дух. А принял ли я эту силу? Мне нравится, как Бог действует. Когда Бог действовал с Ильей. Он действовал в силе. Когда Бог действовал с Елисеем, Он действовал вдвойне силе, если помните, да? Дух вдвойне. Сколько безумных вещей делал Елисей. Палка в воду, и топор всплыл. Топорище всплыло. Кто-то мог представить себе, что металл всплывает из-за палки. Безумие. Глупость. Мы часто делаем такие вещи, которые правильные. Но Бог говорит, слушай, если хочешь ходить Духом, ходи, ходи, ходи. И как Енох. Он нарожал детей. Прожил хорошо жизнь. Но вознесся. Пошел к Богу. Моисей. Он настолько был силен, что он убил даже египтянина для того, чтобы... Но когда его Бог учил ходить Духом, Он сказал, брось палку. Она превратилась в змею. А потом говори, возьми эту палку за хвост. То есть змею за хвост. Вы знаете, каждый раз в твоей жизни будет происходить что-то такое, что Бог будет тебя просить, что тебе не хочется делать. Но когда ты это сделаешь, ты станешь сильнее. Ты станешь намного сильнее, чем ты был раньше. Понимаешь меня? Кто из вас понимает? Не хочу этого делать. Не буду этого делать. Нужно. Не хочу на молитву. Если хотите... Послушайте, я перестал уже... Так, как говорит. Если хотите, я... Не хотите, как хотите. Там сила. Есть сила Божья, которая приходит для церкви, для служения, для каждого из нас. И мы можем или не можем... Послушай, это не вопрос. Это не пожелание вам. Он говорит, слушайте. Когда вы будете в Иерусалиме, на вас сойдет сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Некоторым сегодня нужно это осмыслить, переосмыслить. Потому что у тебя есть сила. Час молитвы – это ерунда. Два часа молитвы – это ерунда. Кто-то вообще перестал молиться. И постепенно у него сила. Знаете, как вы едете, и в баке у вас бензин уходит. И вам кажется, что еще есть. Один раз я приехал сюда, и у меня еще был бензин. И я думал, что он еще есть. Братья даже толкали. Мы заводились с... А потом мне кто-то умный человек говорит, а ты бензин заливал вообще, а? Я говорю, ну давай попробуем. Приехали на заправку, тут заправка рядом. Залили бензин. И оно поехало. А оно поехало. Вы знаете, просто ты бывает уверен в себе, а уже сил нет. Ты понимаешь, что нет у того бензина. Масла нет. В твоей жизни может что-то измениться, когда ты начнешь пользоваться той силой, которую Бог тебе дал. зажигайся сегодня и гори для Него. Будь безумным Христа ради. О, смотрите, безумие какое. Они сносили деньги, они сносили имения свои к ногам апостолов. Кто сейчас так делает? А, я не говорю вам это делать. Только если вас Дух Святой побудит это делать. Потому что, когда Дух Святой побуждает человека, я знаю, что у него что-то приготовлено для человека. Но есть люди, которым Бог сказал это сделать, но они воспротивились. И что произошло? Тишина, 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 штиль. Ничего нет. Ни ветра, ни шума, ни благословения. И знаете, есть такое тихое, мертвое состояние. Я не хочу, чтобы мы были в мертвеньком состоянии. Мы будем безумных Христа ради. Поэтому мы открываем репцентры, когда их нельзя открывать уже. А говорят, да зачем оно вам нужно? Поэтому мы будем ездить по больницам, когда, правда? Когда уже никто не ездит. Мы будем делать безумные поступки. И, братья, послушайте, когда вы это делаете, вы получаете же от этого кайф, силу, жизнь. И хочется еще. Мы для этого созданы. Нам нужен адреналин, да? И мы адреналин, силу получаем только когда мы убоги. О, мы не получаем адреналина от того, что как-то спустились с горки, на лыжах. Это такой временный. И потом думаешь, зачем лучше потравил со мной другое? Но есть то, что никогда не перестанет. Послушайте, послушайте. Я извиняюсь, конечно. Я ненавижу, когда попирается Слово Божие. Я ненавижу, когда говорят о неправильных семьях. муж с мужчиной, мужчина, женщина-женщина. Это неправильная семья. Это грех. Но если бы христиане сейчас тратили усилия не на борьбу с этим, а на проповедь им... Слушайте внимательно. У нас борьба, чтобы это не насадилось в нас. Послушайте. Во времена Павла было еще хуже. Где он воевал с этим? Выходил с плакатами? Ему все равно было. Ему главное проповедовать. Послушай, есть та сила, которая меня ведет. Я не противник. Я хочу воевать за Слово Божие. Воевать со Словом Божиим. Когда ты воюешь за это, у тебя приходит сила. У тебя есть сила. У тебя есть сила. Каждый раз, когда мы будем сражаться против каких-то людей. Грубки людей. Они слабы. Послушайте. Тот, кто в тебе. Больше, кто в мире. И слушай внимательно, я еще одну такую вещь скажу. А в мире будет еще хуже. С каждым часом, с каждым днем, с каждой неделей. И как я могу его сделать лучше? Привести одну душу. Привести одного человека к Иисусу Христу. Вот так вот я делаю лучше. Слушай, не тем, что я создаю законы, которым людям становится лучше на этой земле. Это земля и все дела на ней. Дух Святой тебе свидетельствует об этом. Он говорит об этом. Но нам же хочется пожить. Да поживешь. Но если ты пользуешься силой Божьей, есть вещи, которые отпадут у тебя, они отойдут на задний план. Ты будешь искать того, что Бог хочет от тебя. Правда? Кто понимает меня? Кто понял? Сейчас мы что-то сделаем. Давайте встань.